Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас довольно-таки необычный видеоролик, в котором хотелось бы рассказать довольно-таки интересную в какой-то смысле историю. Я не знаю, что получится в итоге, но надеюсь, что если всё пройдёт так, как я задумал, всё расскажу то, что я хотел, то получится довольно-таки интересный видеоролик, который будет связан про нашу но не новую, а, конечно же, старую краску кислота, по ходу которой сейчас у нас даже образуются какие-то интересные турниры, тофы, прочие какие-то турниры, которые связаны с получением, наверное-таки более правильно будет подобрано данное слово, краской кислотой. Сегодня я бы хотел рассказать немножко больше про неё, как вы знаете, ну, может, кто-то и не знает. Для меня это не просто краска, это краска, с которой связано довольно-таки много интересных турниров, которые учили меня чему-то новому. Если бы мне прямо сейчас задали вопрос, какая краска для тебя будет более престижна, кислота или чемпион, на какую краску ты бы дал больше приоритет, я бы 100% ответил, что это краска кислота. И на то есть очень много причин, да, она и как бы и красивее, но это не самое главное, это, наверное, тот факт того, что за данную краску, за получение данной краски я сыграл довольно-таки большое количество турниров. Да, не сказать, что всегда удавалось её выигрывать, но то, что количество турниров на краску кислоту было очень много, это я вам могу с уверенностью сказать. Поэтому давайте, я думаю, не буду тут хотя бы на заднем фоне, чтобы у нас что-то было. Давайте куда-нибудь запикаемся. Особо, конечно, я тут нагибать не буду. Сегодня хотелось бы рассказать довольно-таки, ну, такую оптимально нестандартную историю. И вообще, если вам понравится данный видеоролик, если вы захотите слышать от меня какие-то такие подобные рассказы, для меня они, наверное, в какой-то степени более серьёзные, нежели те видеоролики, которые у нас постоянно выходят на канале, то обязательно его просто поддержите, и я пойму, что вам подобного рода видеоролики нравятся. Начнём, наверное, с того, что данную краску у меня было, наверное, более 10 попыток выиграть. Из них, если не ошибаюсь, 6 или 7 попыток не увенчались успехом, а закончились вторым местом. Вы понимаете, когда вам остаётся один шаг, и вы до него не доходите, да, тот самый ответственный, когда вы играете гранд-финал, когда вы думаете, что вот-вот она уже у вас в кармане, и вы просто её проигрываете, не дойдя ровным счётом одну лесенку, один шажочек. Но данная краска учила меня всегда чему-то новому, придавала какой-то новый стимул, опыт, и, наверное, из-за данных досадных и обидных поражений, вот, им у меня получилось получить после данных всех провальных тофов заветную краску чемпион, да, ещё и через год повторить тот же самый успех, только уже с другим коллективом, но сказать, что кислота — это та краска, которую хотят выиграть все, ну, это сказать, наверное, неправильно, потому что для кого-то она имеет значение, для кого-то она вообще неинтересна, кому-то нравится на ней катать, кто-то считает вообще тоф не форматом, а форматом считает именно такие хори-рельсы, но для меня тоф — это больше, чем просто турниры, и какой бы он бы там ни был бы, будь то соло, будь то тандем, будь то клановое сражение, да, я проиграл два тоф-тандема, заняв два вторых места в данных турнирах. В одном тоф-тандеме у меня получилось дойти, если не ошибаюсь, до топ-8, да, там у нас с Immortal'ом не совсем всё получилось. Два тоф-дт проигранных также очень досадно и очень обидно. Опять же, одному клану, который сейчас уже не участвует у нас в никаких турнирах, это, конечно же, клан Вавилон, тофу, Lords of the Point, который, когда начинался данный турнир, все просто стопроцентно говорили, что мы его выиграли, а мы его как-то так очень обидно и досадно проиграли, всё же через год мы его выиграли, хорошо, что хоть тот турнир не закончился для нас, таким досадным поражением. Также на моём пути был один тоф-соло в 2016 году, который я также проиграл в гранд-финале, очень досадный, наверное, одно из самых неприятных, наверное, поражений, но всё равно я не сказал бы, что я могу выделить какой-то один проигрыш, да, их было много, и сказать, что один досаднее второго, это сказать неправильно, потому что, по сути, везде оставался один шаг, и везде можно было дойти до этого успеха, но когда ты так досадно проигрываешь, ты извлекаешь из этого просто максимум, да, и это определённый опыт, когда вот, например, ребята там спрашивают, за счёт чего вы настраиваетесь там на игры, как у вас получается это всё дело выигрывать, я вам могу с уверенностью сказать, что если вы не пройдёте тот самый тяжёлый тернистый путь, вне зависимости от того, что вы будете делать, да, для меня это в какой-то степени игра, да, была за краски, турниры, и когда ты оступаешься, у тебя не получается что-то сделать, да, ты остаёшься в шаге, в миллиметре от победы, ты пытаешься из этого извлечь максимальный процент того, чтобы в следующий раз не повторить те же самые ошибки, но раз за разом всё равно случались какие-то новые недоразумения, да, ты думал, что ты уже понял всё, как выиграть, что сделать, и в следующий раз уже думал, всё, вот она, вот она краска, сейчас она будет, гранд-финал уже тут, и опять же ты наступал на те же грабли, опять в какой-то степени верил, что победа у тебя уже в кармане, а противник выходил заряженный, и опять ты уходил ни с чем, ведь в Тофе нету такого, что ты проигрываешь кислоту, остаёшься с ещё какой-нибудь краской, как на условном межклановом чемпионате, когда ты проигрываешь чемпион, но у тебя есть серебро, здесь, если ты проигрываешь краску, то ты остаёшься ровным счётом ни с чем, и это очень обидное, наверное, чувство, когда противник выигрывает очень злостный, и тот самый противник, с которым у тебя есть даже какая-то агрессия, злость и желание всегда его выигрывать, и этот противник тебя нагибает. Надеюсь, вы понимаете моё чувство, вы понимаете, насколько это досадно и обидно, но, повторюсь, именно данные турниры Тоф научили меня смотреть на все эти турниры совсем с другой стороны, читать в какой-то степени противника, придумывать что-то новое, делать какие-то определённые заготовки, и тем самым добиваться успеха уже в турнирах более большого масштаба, да, как я и сказал, хоть для меня и Тоф это всегда приоритет. Межклановый чемпионат ценится больше, и эти два чемпиона, которые последовали после тех самых досадных поражений, я считаю, в какой-то степени закрыли ту самую пропасть из тех досадных поражений, которых было больше семи, да. Да, возможно, когда я получал свою первую кислоту в 2014 году, ещё на другом аккаунте, я не думал, что у меня вообще будет столько возможностей её получить снова и снова. Я не думал об этом, я радовался той самой первой победе, но когда данные гранд-финалы повторялись всё снова и снова, я думал, что сегодня точно выиграю. Потом ты проигрываешь, ты думаешь, блин, в следующий раз надо обязательно выигрывать. Опять что-то не получается, но когда приходит та самая уверенность, и ты добиваешься успеха, выиграв данную краску, ты понимаешь, что ты выиграл даже больше, чем просто какой-то матч, да. Даже, наверное, таки для меня было более престижно выиграть кислоту, нежели чемпион, как бы это странно ни казалось. Это всегда приятно было делать, да, и в какой-то степени сравнивать данные турниры ТОФа с чем-либо. Это было бы даже неправильно с моей стороны. Я ценю каждый ТОФ, не в зависимости от того, какой он. Соло, тандем, или может быть какой-нибудь там Лордс оф зе поинт, или ДТ, да. В этом году у нас нету подобного рода турниров. Очень жалко, что их нету. Но что-то меняется, что-то приходит, что-то уходит. Но остаются соло-турниры, остается тандем, который в этом году также не увенчался для меня успехом. Опять досадное поражение, опять второе место. Опять что-то пошло не так, опять не получилось, не дожали. И опять ты остался в шаге. Сказать, что я сильно разочаровался, ничего не сказать, да. Я не высказывался по этому поводу. Я не говорил, что... Вообще даже не то, что не говорил. Я не акцентировал на этом внимание. Пытался не думать о том, что это опять обидное и досадное поражение. Ведь до этого их было уже большое количество. Возможно, это какое-то проклятие. Я не знаю, что это может быть. Но иногда получается. Иногда ты думаешь, что краска уже на тебе. Но ты остаешься все равно позади нее. К чему я все это, ребят, веду? Я веду это к тому, что если вы, ребят, хотите поучаствовать в подобного рода турнирах и вообще побороться за данную краску, задайтесь себе целью, если вы реально хотите этого сделать. И все у вас получится. Вы сможете выигрывать. Да, даже в том самом киберспорте, который сейчас, ну, явно находится не в лучшем состоянии. Но краска остается краской. И турниры, которые связаны с ТОФами, для меня являются самыми, наверное, престижными. Если для вас они до сих пор, до просмотра данного видеоролика, не имели какого-то большого значения, задумайтесь. Задумайтесь, ведь если вы играете, а может и вообще не играете подобного рода турниры, попробуйте вообще свои силы. Сегодня у нас 30-е число, еще есть шанс записаться на ТОФ Соло Молот. Позже будет регистрация у нас еще и на Рикошет. Для меня в этом году данные турниры имеют особый характер. Я постараюсь дойти чуть-чуть выше, нежели... Хотя бы дойти чуть-чуть выше, нежели я доходил до чего-либо в соло-турнирах в прошлом году. В прошлом году, если я не ошибаюсь, я занял в Рикошете. Если не ошибаюсь, это был именно-таки Рикошет. Пятое-восьмое место, или же это был Молот. Я, в общем, не помню, но тот факт того, что в соло добиваться успеха намного интереснее в какой-то степени и престижней, это точно то, что вообще нужно попробовать каждому. Если вот, например, ребята, вы заходите ко мне на стрим и спрашиваете, какая мотивация, что делать вообще, как попасть в какую-то команду, как добиться успеха, как у тебя это получилось, вы всегда держите в голове себе тот факт, что можно начать все самому. Можно начать соло-турнира, можно показать себя, можно проявить себя в какой-то степени, можно доказать, доказать то, что ты умеешь играть. И главное верить в то, что у тебя все получится. Ну и, конечно же, тренироваться. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня получился. Я не знаю, насколько он был интересный. Я бы, наверное, хотел бы добавить только то, что если вам интересны видеоролики, которые связаны с киберспортом, с какими-то тут историями, я не знаю, насколько тут, может, в какой-то степени даже ванильный видеоролик получился, но... Если вам нравятся подобного рода видосы, не забывайте, во-первых, ставить лайк по вашей активности, я пойму, стоит ли вообще записывать, возможно, какие-то промежуточные видеоролики даже по ходу турнира, да, может быть, там пройдет, например, условно, пару матчей, я запишу видеоролик, расскажу, как они проходили, что у нас вообще получается, на кого там падаем, с кем играть будем, как будет все продвигаться. Возможно, еще какие-то другие масштабные истории у нас будут связаны и с киберспортом выходить. Для меня это довольно-таки интересная тема, и если вам это нравится, то, безусловно, будем снимать подобного рода видеоролики. Пока я в поиске чего-то интересного, что вам нравится, поэтому также напишите об этом в комментариях под данным видеороликом. Ну, а с вами был мистер Ванька, всем, ребят, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!